Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестана. В студии Джамиль Шарипова. И вот главная тема этого выпуска. 49 человек с кишечной инфекцией все еще остаются госпитализированы в столичные больницы. Специалисты выясняют причины отравления. Дагестане. Излечить нельзя, но облегчить можно. Фонд «Вера» окажет поддержку палеотивной медицине в Дагестане. О медицинских возможностях одной из столичных больниц расскажут наши корреспонденты. Бойцы ММА готовятся к поездке в Ахрейн. Состоятся три турнира с участием дагестанских спортсменов. В больницу Махачкалы поступили 49 человек с признаками отравления. Среди них 27 детей. У всех госпитализированных наблюдаются симптомы острой кишечной инфекции. Состояние пациентов оценивается как легкой и средней тяжести. Чем отравились пострадавшие пока неизвестно. Однако в Минздраве жителям региона посоветовали пить кипяченую и бутылированную воду. Сейчас специалисты устанавливают причины и очаги инфекции. По данному факту возбуждено уголовное дело. Нами не зарегистрировано групповой вспышечной заболеваемости. То есть в настоящее время точные источники и факторы передачи, пути передачи не установлены. Специалистами Республиканского центра инфекционных болезней, а также Роспотребнадзора, проводятся все мероприятия санитарно-противоэпидемические, чтобы установить источник инфекции и пути его передачи. На данный момент пока результатов эпидрасследования нет, окончательных результатов нет. Помощь тем, кого нельзя вылечить. Нюта Фидермейсер посетила Дагестан. Основатель благотворительного фонда «Вера» обещала выявить проблемы и оказать поддержку палеотивной медицине в республике. Накануне она увидела, насколько качественно ее оказывают в Дагестане. Подробности расскажут мои коллеги. Право каждого человека провести последние дни жизни так, чтобы не было больно, одиноко и стыдно. Подобрать схему обезболивания, помочь избавиться от симптомов заболевания, оказать психологическую и юридическую поддержку. Именно этим занимается палеотивная помощь. Сейчас мы приехали понять, как люди получают палеотивную помощь, где. Задача донести до руководства региона проблематику, которую мы выявим. И рядом с этой проблематикой сразу способы решения. И очень важно понимать, что для того, чтобы решать проблемы, здесь не нужно еще денег. Здесь нужен правильный контроль и правильный расход тех денег, которые есть. Бесплатную палеотивную помощь может получить человек с официальным медицинским заключением. Это гарантируется государством. Часто пациент нуждается в дорогостоящем оборудовании, в специальном уходе. Или же он одинок, и о нем некому позаботиться. Видя, что республика нуждается в палеотивном отделении, его открыли в третьей городской больнице. Но, к сожалению, медучреждению не хватает финансовой поддержки. Так как мы уже окунулись в эту работу, и пациентов своих мы оставить не можем, они у нас на учете, мы с ними на связи. И все же мы так организовали работу, что благотворительные фонды все же оплачивают выезды на дом. То есть наши пациенты, с которыми нуждаются, они без помощи не остаются. Но, конечно, этот вопрос нужно решить о том, чтобы все это финансировалось. Для получения палеотивной помощи нужно обратиться к лечащему врачу. Он скажет, как это лучше сделать в стационаре или дома. Кроме того, палеотивная помощь – это еще и поддержка родственников больного, у которых возникают медицинские, психологические и юридические проблемы. Наталья Ханбабаева, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестан в списке лидеров по уровню коррупции в регионах России. Статистику предоставила Генпрокуратура страны. Так, на первом месте оказалась Москва, далее идут Татарстан, Ставропольский край, Московская область. Дагестан и Пермский край замыкают десятку. А вот самый низкий уровень коррупции был зафиксирован на Чукотке. Ранее сообщалось, что в России мелкие взятки чаще всего берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги. Более 200 миллионов рублей выделили на поддержку животноводов. Об этом сообщили Минсельхоз региона. Средства пойдут предпринимателям, которые сдают выращенные поголовья на переработку. Торговые сети уже заинтересованы и готовы приобрести дагестанскую баранину. Однако, как сообщают в ведомстве, чтобы получить финансовую поддержку, животноводам необходимо в первую очередь зарегистрироваться в государственной системе Меркурии. Цены на хлеб в Дагестане самые низкие в России. По данным Минсельхоза, в прошлом году было произведено 250 тысяч тонн хлеба. При этом средняя цена в настоящее время составляет около 30 рублей. Сдерживание цен, как сообщили в ведомстве, также возможно за счет господдержки хлебопекарных предприятий. На эти цели в этом году наша республика получит 80 миллионов рублей. На помощь смогут претендовать производители, которые состоят на учете в налоговых органах и ведут свою деятельность на территории региона. В Дзербент прибыл первый туристический поезд, который привез более 50 гостей. Проекты запустила компания РЖД Тур. Поезд следует по маршруту Москва, Сочи, Кисловодск, Грозный, Аргун, Шали, Махачкала, Дзербент, Астрахань, Москва. Город постарался сделать так, чтобы их пребывание было комфортным, безопасным, интересным. И думаем, что, ну, верим в то, что такие поезда будут регулярными. Город готов встречать гостей. Мы будем только рады. Добро пожаловать в Дзербент. В каждом городе пассажиры поезда проводят один день, знакомятся с достопримечательностями и направляются дальше. Теперь такие туристические поезда станут регулярными. Проект направлен на продвижение туристских возможностей Северного Кавказа и увеличение внутреннего туристского потока. Зеленые просторы, там горы на заднем плане. Очень красиво. Я уже хочу сюда вернуться. Вот, очень красиво. Вот вы только в Дзербенте. Какие у вас первые впечатления? Первые впечатления положительные. Что я дома, что мне здесь рады. И только положительные. Дагестанские бойцы ММА проведут поединки в Бахрэне. Три турнира лучшей Ближневосточной лиги Брейв с участием наших спортсменов пройдут 18 и 25 марта, а также 1 апреля. О том, как проходит подготовка к соревнованиям, узнали наши корреспонденты. Слово Курбану Рагимову. Эти быстрые удары ногами доставили немало проблем соперникам Камиля Магомедова. Выходец из Тэквондо он уже давно заявил о себе в ММА. Чемпион Европы. В послужном списке есть 14 побед. В начале года пришла пора нового витка в карьере. Свой следующий бой я проведу в новой для меня организации промоушен Брев. И совсем недавно я пополнил ряд клуба КХК Дагестан. Сейчас буду представлять этот клуб. Брев – это организация мирового уровня. И там оппозиция намного больше и выше. И я хочу драться с лучшими. На сегодняшний день для меня это как бы перспектива большая. Показать себя, заявить о себе. Помимо Магомедова, новобранцем клуба КХК стал чемпион мира Абдулмуталиб Гайрбеков, который, как и еще семеро бойцов, готовится к своему поединку. Конец месяца для команды обещает быть насыщенным. Тренировки идут полным ходом. Утром на свежем воздухе, вечером в спортзале. Смешанное единоборство требует работы над всеми аспектами. Находим подход под каждого соперника. Каждого бойца настраиваем. Работаем над всем, можно сказать. И над борьбой, и над ударной техникой. Над физической силой. Тяжелая работа, она как бы все равно даст свои плоды. И я думаю, в следующий месяц, март, точнее уже этот месяц будет очень насыщенным месяцем. И наши бойцы, нашей команды покажут хороший результат. Для одного из лидеров команды Икрама Алискерва поединок в Бахрейнской лиге станет уже девятым по счету. 8 побед. 28-летний боец в числе главных претендентов на чемпионский титул в среднем весе. В предстоящем бою его ждет новое испытание в лице итальянца Энрико Кортеза. Я смотрел его бои. Такой физически крепкий пацан. Но у нас разницы не бывает, кто соперник. Мы готовимся на три раунда. Задача подготовки стоит выйти лыж за все три раунда. Там уже как получится. Работа все это время кипела сзади. Очень насыщенный месяц. И пацаны все в хорошей форме, все мотивированы. Первый турнир с участием дагестанцев пройдет 18 марта. В столицу Бахрейна спортсмены отправятся уже в конце недели. Курбан Рагимов, Магомед Гусейнов, телеканал ННТ, Махачкала. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»